здравствуйте дорогие друзья итак совсем скоро девятая ава когда мы будем плакать о разрушенном первом храме втором храме и будем просить творца отстрой на этом месте третий храм талмуд нам очень подробно рассказывает почему же был уничтожен второй храм евреи очень все соблюдали за что такое суровое наказание говорит нам талмуд потому что был такой человек которого звали бар камца бар камцу сильно унизили и он обижены пошел и сделал донос на еврейский народ римскому императору на своих братьев пошел донес чтобы всех уничтожили и он сказал римскому императору смотри готовится восстание еврей готовят восстание император сказал с какой стати моя разведка ничего такого не говорит и сказал бар камца что дай мне животное для жертвоприношения в иерусалимском храме и ты увидишь что евреи откажутся я знаю своих братьев они не возьмут это это животное в жертву и ты поймешь что готовится большой бунт далее они животное ему и бар камца сделал в животном небольшой изъян и этот изъян не позволяет нам приносить жертву в храме евреи отказались римский император убедился что вот этот бар камца прав уничтожает храм и миллионы людей огромная трагедия из-за обиды бар камца говорит нам талмуд очень интересно что евреи обратились главному раввину раби зехарии и сказали ему раби зехария ну давай один раз принесем больное немножко животное с изъяном жертву ради спасения храма ради спасения миллионов жизней он сказал нельзя они сказали ну давай мы прибьем этого доносчика он сказал тоже нельзя и говорит талмуд сказал раби йоханан из-за раби зехарии из-за его скромности был разрушен храм что это означает что за скромность раби зехарии которая уничтожила храм говорят нам наши мудрецы что у раби зехария была большая проблема он не верил что они могли что-то изменить он говорил я маленький человек все поколение так думала все уже храм разрушат мы ничего не можем изменить мы маленькие простые люди из-за этой ложной скромности был разрушен храм если бы он знал что человек своей молитвой своими деяниями влияет на всю планету влияет на всю вселенную то конечно они бы все проснулись помолились и отменили бы ужасный приговор но из-за своей скромности из-за вот этого отношения к себе что я маленький но что я могу изменить был разрушен храм мы хотим чтобы храм вернулся и мы должны сделать наоборот мы должны понимать что каждый человек влияет на всю вселенную творец мироздания создал каждого в нужное время в нужном месте никто не появился тут просто так и каждый по образу и подобию творца каждая молитва влияет на весь мир каждый поступок влияет на весь мир поэтому мы должны быть как те скромные в кавычках люди которые уже были не в силах в своем понимании что-то изменить мы должны верить что мы можем все изменить и мы должны молиться и раскаиваться и тогда всевышний даст нам в скором времени третий храм аминь